Глава шестая Состязание шло так же, как и в самом начале. Джо оборонялся, Понто наступал. Но теперь последний держался уже менее развязно. Его уверенность в своих силах исчезла. В любой момент, во время его бешеных атак, противник мог нанести ему удар. Но Джо берег силы. Он отвечал одним ударом на 10 ударов Понто. Но этот один почти всегда попадал в цель. Неустанно атакуя Джо, Понто все же был не в состоянии с ним справиться. Удары Джо, всегда меткие, как у тигра, заслуживали уважения. Они умеряли ярость Понто. Он уже не мог продолжать нападение так же безнаказанно, как прежде. Внезапно ход борьбы изменился. Публика сразу заметила это. И в конце девятого раунда даже Женевьева поняла. Джо перешел к наступлению. Во время обхватов теперь уже он опускал кулак на крестец Понто, нанося изо всех сил ужасный удар над почками. И повторял это при каждом обхвате. В промежутках он бил Понто в живот или челюсть. Но при первом признаке молниеносных атак противника он, прикрываясь, отступал. Так закончились два раунда, за ними третий. А сила Понто, заметно ослабевшая, не могла так скоро иссякнуть. У Джо была цель. Уничтожить его не сразу, ни одним сокрушительным ударом, даже не десятью. А медленно, настойчиво преследовать его отдельными ударами. До тех пор, пока эта чудовищная сила окончательно не будет выбита из его тела. Он не давал ему покоя. Не отставал от него ни на шаг. И отчетливо слышался легкий стук его ступней по твердой парусине. Потом внезапно он набрасывался на него, как тигр. Следовал удар и еще, и еще. И так же быстро он отскакивал назад, укрываясь от дикого налета Понто лишь за тем, чтобы немедленно снова начать наступление, легко ударяя по парусине, выдвинутый вперед левой ногой. Понто стал ослабевать. Толпа считала состязание почти законченным. Браво, Джо! Неслись восторженные возгласы. Это позор брать деньги, издевалась толпа. Почему ты не проглотишь его, Понто? Возьми его, съешь. В течение одной минуты перерыва секунданты Понто суетились возле него, как еще ни разу до сих пор. Их спокойное доверие к его необычайной живучести было подорвано. Женевьева следила за их возбужденными хлопотами, в то же время прислушиваясь к советам, даваемым Джо, его бледнолицым секундантам. Не торопись, говорил он. Ты его возьмешь, но старайся не спешить. Я видел его в бою. У него всегда на готове удар. Я видел, как он был нокаутирован, и все-таки продолжал драться. Примечание. Нокаутировать, лишить сознания противника. Конец примечания. Микки Селливан почти его прикончил. Шесть раз он его сбивал, и шесть раз тот поднимался. А затем произошла штука. Понто дал ему в челюсть, и только две минуты спустя Микки Селливан открыл глаза и спросил, что случилось. Берегись его. Не слишком забывайся и берегись его ударов. У него есть меткие. Я поставил деньги, но только тогда, когда он останется лежать после конца счета, буду считать их своими. Понто обливали водой. Когда зазвонил Гонг, секундант еще не кончил лить ему на голову, и несколько шагов следовал за ним к середине арены, наклоняя над ним перевернутую бутылку. Рефери закричал на него, и он убежал, уронив бутылку. Она покатилась, и вода булькая выливалась на парусину, пока арбитр нетерпеливо не отшвырнул ее носком сапога за канат. В течение всех предыдущих раундов Женевьева не видела у борющегося Джо того лица, какое было у него утром в магазине ковров. Иногда его лицо становилось совсем мальчишеским. Во время наносимых ему жестоких ударов оно бледнело и серело. А позже, когда он припадал к Понто, оно делалось упрямым. Но теперь, вне опасности, наступая сам, он выглядел настоящим бойцом. Она это заметила и содрогнулась. Он показался ей совсем чужим. Она думала, что знает его всего, целиком. Но твердая решительность его лица, жесткий рот, этот стальной острый блеск глаз были ей незнакомы. Его лицо казалось ей лицом бесстрастного ангела мести, исполнителя воли создателя. Понто пытался применить свой прежний прием бешеных натисков, но был остановлен ударом в зубы. Неумолимо, настойчиво, все время угрожая, не давая ему передышки, Джо преследовал его. Тринадцатый раунд завершился сильным натиском, загнавшим Понто в его угол. Тот прижался к канату, был опрокинут на колени и на отсчитанной девятой секунде попробовал подняться, чтобы спастись в обхвате, но получил от Джо четыре ужасных удара в живот и со звоном гонга упал, застонав назад на руки своих секундантов. Джо побежал через арену в свой угол. «Теперь уже скоро я его возьму», сказал он своему секунданту. «Да, сейчас ты его здорово пригвоздил», отвечал последний. «Теперь тебе ничто не может помешать, кроме какой-нибудь случайности. Ты все-таки будь осторожней». Джо, пригнув ноги, приготовился к прыжку, наклонившись вперед, подобно гонщику, ожидавшему сигнала отправления. Он ждал удара в гонг. Когда тот прозвучал, он стрелой метнулся вперед через арену, настигнув Понто в то время, как тот поднимался со стула, окруженный еще секундантами. Понто отступил и свалился, сбитый кулаком правой руки Джо. Когда он встал в смущении посреди ведер стульев и секундантов, Джо снова опрокинул его. И в третий раз он опять упал, не успев спрятаться в свой угол. Теперь Джо начал бешено атаковать. Женевьева вспомнила его слова. «Смотри внимательно, ты поймешь, когда я начну наступать». Весь зал уже понял это. Все были на ногах, голоса слились в один бешеный рев. Это был вопль толпы, жаждавшей крови, и он звучал в ушах Женевьевы, подобно вою волков, каким она его себе представляла. И, уже не сомневаясь в победе возлюбленного, она почувствовала где-то глубоко в сердце жалость к Понто. Тот напрасно порывался защищаться, парировать удары, уклоняться и нырять, спасаясь на момент в обхвате. Но и здесь он не был в безопасности. Его уделом оставались низвергающиеся удары один за другим. Джо швырял его на парусиновую настилку, осыпая градом ударов во время обхвата, и при разрыве жестоко и неумолимо бил его в грудь. Отбрасываемый к канату, тот отскакивал и от следующего толчка снова ударился о канат. Рассекая руками воздух, он наносил страшные удары впустую. Ничего человеческого уже не оставалось в нем. Это был воплощенный зверь, беснующийся затравленный. Сильным швырком, брошенный на колени, отказавшись от счета, он скачал на ноги лишь за тем, чтобы встретить тотчас же удар в рот, отшвырнувший его со всего размаху назад, опять к канату. Судорожно напрягаясь в тяжелых усилиях, он шатался со стекленевшими глазами, прерывисто дыша, страшный, он геройски боролся до конца, стараясь припасть к противнику, и в бессилии метался по всему кругу. И вдруг, неожиданно, нога Джо поскользнулась на мокрой парусине. Плуждающие глаза Понта заметили это, и он тотчас же воспользовался этой случайностью. Собрав последние силы, он молниеносно ударил его в подбородок. Джо подскочил. Женевьева видела, как сразу опали его мускулы, и услышала гулкий стук его головы о парусину. Шум в зале моментально замер. Рефери подошел к распростертому телу, отсчитывая секунды. Понта, шатаясь, опустился на колени и с большими усилиями, снова поднявшись, обводил враждебными глазами публику. Он продолжал покачиваться из стороны в сторону, ноги его дрожали и подкашивались. Он задыхался и всхлипывал, стараясь перевести дух. Сильно пошатнувшись назад, он не упал лишь благодаря канату, инстинктивно уцепившись за него. Здесь стоял он вялый, ослабевший, согнувшись и опустив голову на грудь, пока рефери отчитывал решающую десятую секунду и оповещал о его выигрыше. Не раздалось ни одного аплодисмента. Змеей прополз он под веревкой навстречу своим секундантам. Они помогли ему спуститься на пол и, поддерживая, повели боковым ходом вниз в толпу. Джо лежал все еще на том же месте. Секунданты отнесли его в его угол и посадили на стул. Любопытные стали пробираться на площадку круга, желая посмотреть на него ближе, но были отброшены назад стоявшими там полицейскими. Женевьева в отверстие все видела. Она особенно не тревожилась. Ее возлюбленный потерпел поражение. Она разделяла с ним его огорчение от такой неудачи и это все. Отчасти она даже радовалась. Игра обманула его. И теперь-то он уже целиком принадлежит ей. От него она знала, что такое нокаутирование. Часто требовалось немало времени, чтобы привести боксеров в себя. И только услышав, как секунданты требовали доктора, она встревожилась. Они перенесли его гибкое тело за канат и она не могла уже больше его видеть. Потом распахнулась дверь уборной и вошло много народа. Они несли тело Джо. Он был положен на пыльный пол. Голова его покоилась на коленях одного из секундантов. Никого, по-видимому, не удивляло ее присутствие здесь. Она подошла и опустилась на колени возле него. Глаза его были закрыты, губы слегка разжаты. Мокрые волосы прямыми прядями окаймляли лицо. Она подняла его руку. Рука была тяжелой и ее безжизненность ужаснула Женевьеву. Она взглянула на лица секундантов и толпившихся вокруг людей. Все они казались испуганными, кроме одного, который грубо ругался. Подняв голову, она увидела Сильверштейна. Он тоже выглядел испуганным. Он нежно положил ей руку на плечо и сочувственно сжал его пальцами. Это сочувствие испугало ее, и она почувствовала головокружение. В это время в комнате поднялась суматоха. Кто-то вошел. Вошедший пробрался вперед и раздраженно закричал. «Выходите отсюда, выходите, комнату надо очистить». Присутствующие молча поминовались. «Вы кто?» Резко спросил он Женевьеву. «Да ведь это девушка». «Это ничего, это его невеста», заметил один молодой парень, в котором она узнала своего проводника. «А вы?» крикнул он, вспылив Сильверштейну. «Я с нею», отвечал тот также сердито. «Она работает у него», объяснял молодой человек. «Этим можно, уверяю вас». Вновь прибывший раздраженно пробормотал что-то и опустился на колени возле Джо. Он провел рукой по его мокрой голове, опять что-то пробурчал и поднялся на ноги. «Мне здесь нечего делать», сказал он. «Пошлите за каретой скорой помощи». Все, что происходило после, казалось Женевьеве сном. Возможно, она потеряла сознание. Этого она не знала, иначе зачем же Сильверштейну поддерживать ее, обхватив рукой? Все лица казались ей расплывчатыми, нереальными, до нее долетали отрывки разговора. Молодой человек, ее проводник, что-то говорил относительно репортеров. «Твое имя попадет в газету», слышала она, обращенный к ней откуда-то издалека, голос Сильверштейна. И заметила, как отрицательно покачала сама головой. Появилось много новых лиц, и она увидела, как Джо выносили на парусиновых носилках. Сильверштейн застегнул ее длинное пальто и поднял воротник. На лице она почувствовала ночной воздух и, посмотрев вверх, увидела ясные холодные звезды. Ее усадили куда-то. Сильверштейн сел рядом. Джо был тоже здесь, все еще на носилках, с одеялом поверх обнаженного тела. И здесь же был еще какой-то человек в синей форме, что-то ласково ей говоривший, но что она не понимала. Стучали копыта лошадей и ее увозили куда-то в темноту ночи. После – свет и голоса, и запах ядоформа. «Это должно быть больница», – подумала она. «Вот операционный стол, а там доктора». Они внимательно осматривали Джо, один из них с темными глазами, с черной бородой, похожий на иностранца, приподнялся над столом. «Никогда не видел ничего подобного», – заявил он другому. «Вся затылочная кость». Ее сухие губы горели и ощущалась невыносимая боль в горле. Почему же она не плачет? Ей следовало бы плакать. Она чувствовала, что слезы душат ее. Там вот Лотти. Это, вероятно, тоже сон. Лотти, отделенная от нее только маленькой узкой койкой, плачет. Кто-то упомянул о смерти. Другой доктор – не тот, что похож был на иностранца. Но не все ли равно кто? Который может быть час теперь. И как бы в ответ она увидела в окне бледный рассвет. «Сегодня мы хотели обвенчаться», – сказала она Лотти. С другой стороны койки сестра его простонала. «Не надо говорить, не надо». Она закрыла лицо руками и снова зарыдала. Так вот, значит, каков конец? Ковров, мебели и маленького арендованного дома. Вот каков конец их встреч, волнующих вечерних прогулок при свете звезд, этого наслаждения покорностью и их взаимной любви. Она была потрясена таким ужасным результатом игры, ей непонятной, цепко пленяющей душу мужчины иронией и вероломством, риском и случайностями. А гордо бунтующая кровь не заводит женщину на роль жалкой игрушки, отнимая у нее возможность быть для него всем, конечной целью жизненной. Женщине он, мужчина, дает радость материнства и свою заботливость, свои настроения и свободные минуты. А игре, дни и ночи состязаний, все свои мысли и все свои руки, все терпение и невероятное напряжение, все рвение, весь пыл своего существа. Игре этой заветной своей страсти. Сильверштейн помог ей подняться на ноги. Она беспрекословно повиновала, все еще как во сне. Он сжал ее руку и толкнул к двери. «Почему же ты не поцелуешь его?» вскрикнула Лотти. Женевьева послушно наклонилась над телом и прижала губы к его еще теплым губам. Дверь открылась, и она вышла в другую комнату. Там ждала их миссис Сильверштейн. Глаза ее гневно, возмущенно загорелись при виде мужского платья на Женевьеве. Сильверштейн, умоляюще посмотрел на свою супругу, но она разразилась яростным потоком слов. «Что я тебе говорила?» «Что?» «Что я говорила?» «Ты захотела кулачного бойца в мужья. А теперь вот твое имя будет во всех газетах. На состязании и в мужском платье. Ах ты, негодница! Ах ты, распутница! Ах ты!» Но тут слезы хлынули из ее глаз, и голос оборвался. Она протянула свои грубые руки смешно и неуклюже, святая в своем материнском порыве, шатаясь, подошла к неподвижной девушке и прижала ее к груди. Вздыхая, она невнятно бормотала ласковые слова и, обняв Женевьеву за плечи своими сильными руками, тихо ее баюкала. Субтитры создавал DimaTorzok